Доллар никогда не упадет, говорят многие. Ну и что? Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня краткое очень видео про доллар. Смотрите, я смотрю сейчас в последнее время массу информации, просматриваю, и многие люди говорят, что доллар никогда не упадет. Вот, да, Америка вот такая вот самая крепкая, и надо вкладываться только в доллары, только в американские активы. И доллар скоро будет. Я вообще, так сказать, есть один там в ТикТоке, я сейчас в основном один парень такой, доллар будет 110, там вкладывайте только в доллар, я там вкладываю в доллар. Ну и давайте посмотрим, что же с долларом. Вот сейчас вы видите USD рубль tomorrow. Что у нас сегодня с долларом? Посмотрите. 72.37 на минимуме. Что случилось? И народ еще говорит, Россия будет бесконтрольно печатать рубли, а Америка ни за что. Ну, блин, ребята, вы посмотрите на новости. Все новости говорят о том, что Америка бесконтрольно печатает деньги. Деньги ничем не подкреплены, их просто так раздают всем подряд. А в России как раз наоборот. Никто ничего не печатает, и никто ничего не собирается раздавать никому. Кроме того, значит, в Америке дефицит госбюджета уже огромный, и они его еще увеличивают и увеличивают. Они это могут делать, потому что они могут печатать доллары, потому что у них станок в руках, и доллар – это мировая валюта. На много ли он упадет? Не знаю, но в принципе может быть. Что с рублем? А рубль как раз под контролем. Дефицита бюджета нет. Главное у нас сейчас цель нашего правительства – чтобы не было дефицита. Народ пускай… Ну, как бы, а народ что? Он любит Путина, а зачем ему давать деньги, если он любит и так Путина? Не надо ему давать деньги. Вот такая ситуация. И еще один момент. Вот эти все аналитики, которые говорят, что доллар навечно, значит, что вот самое лучшее, что вот надо вкладывать в экономику, в экономику США, что в американские активы, что они… Ну, вот они как раз молодые, и они говорят, что почему доллар никогда не упадет? Да потому что на нашей жизни он никогда не падал, говорят они. Друзья мои, очень многое в нашей жизни происходит впервые. И если бы кто-то полгода назад сказал, что вся Москва будет сидеть, значит, это самое, на карантине, по домам сидеть и прятаться вот так вот за этими самыми, за своими квартирами, кто бы сказал, что все торговые центры позакрываются к чертовой матери через 3 месяца. Никто бы не поверил, но это произошло, ребята. Вот. И что самое интересное, что сейчас происходит и будет происходить очень многое, то, чего раньше не происходило. А что сейчас главный фактор? А главный фактор – это даже не коронавирус. Главный фактор сейчас – это противостояние США и Китая. Дело в том, что США, ну, практически после мировой войны, это с 1945 года, 1944 года, была ведущей мировой экономикой, самой крупной. И была холодная война. Холодная война закончилась Советским Союзом, вы знаете, да. Но сейчас Китай очень резко поднялся, и Америка уже не в состоянии конкурировать, и Китай становится на одном уровне с Америкой, и это является основным фактором. И просто надо подождать. Китайцы умеют ждать, но американцы бесятся, конечно, сейчас хотят забить Китай. Но мы видим, что происходит с компанией Huawei. На Алибабу уже наезжать начинают потихонечку. И будут гнобить Китай. Но Китай-то уже достаточно сильная мировая держава. Так вот, друзья, что по поводу доллара. Посмотрите. Американцы говорят, что хотят китайцев обвинить в том, что это они виноваты в распространении коронавируса. И что им надо предъявить счет. И удивительным образом размер этого счета совпадает с теми деньгами, которые Китай держит в американских казначейских обязательствах. То есть, госдолг США куплен Китаем во многом. И Китай хочет, вернее, Америка хочет просто этот долг у Китая забрать и все, и аннулировать. Вот такой вот хитрый ход. Но, как вы думаете, это останется как-то незамеченным. Это, конечно же, будет очень-очень серьезный удар. И по доллару, как по мировой валюте, Китай уже создал практически систему, которая может расплачиваться в юанях. И многие страны уже это делают. И роль доллара постепенно в мировой экономике будет снижаться. И очень скоро мы увидим это. И очень скоро мы можем стать свидетелями очень необычных событий, которых не было никогда в истории. Наблюдаем, друзья мои. И вот сейчас, смотрите, еще один момент. Вот мы видим, что рубль, несмотря на все, значит, вопли, а рубль-то крепенький, будет ли доллар падать дальше? Я не знаю. Если он будет падать к остальным валютам, то к рублю тоже. Почему нет? Рубль оказывается, друзья мои, надежнее доллара. Вот что я хочу сказать. И надолго это или нет, я не знаю. Ну, рубль это валюта, которая практически, ну, очень сильно завязана на стоимости нефти. Вот. Ну, а доллар сейчас на политике в основном и на политике Трампа. И если доллар печатается, если он будет потихонечку девальвироваться, то к чему это приведет? К росту цен на те же самые американские активы, которые выражены в долларах. И давайте посмотрим, что происходит с индексом S&P 500. Но он непрерывно растет в последнее время. Вот. Давайте посмотрим. Вот. Вот он уже начинает. Ну, как бы, вот он всегда рос. Но, как бы, это не отражается на росте потребительских товаров в Америке. Но сейчас что делает Трамп? Он говорит, что либо мы введем пошлины на китайские товары, что приведет к росту цен на внутреннем рынке Америки. Это вряд ли понравится американцам, и вряд ли они пойдут голосовать за Трампа. Но это приведет к росту американского рынка ценных бумаг, естественно, потому что цены вырастут на все, и прежде всего на акции. Вот. Поэтому здесь очень хитро, и американская администрация дозирует вот эти вот всякие помощи, и в первую очередь помогает, конечно же, компаниям для того, чтобы индекс S&P рос, чтобы акции росли. И мы видим, что вот они растут, 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 растут. Куда они пойдут дальше? Рванут они вверх вот сюда, как говорят некоторые, ну, или опустятся еще на 2 тысячи. Я не знаю. Ну, оптимальный вариант, например, был бы, если бы они продолжили боковой тренд. Я не знаю. Но вот я смотрю по своему портфелю, по американскому. Тут вообще удивительные вещи. Посмотрите, что происходит. Найк растет последнее время после падения. Тинькофф растет. Ну, это долларовый, ну, в смысле Тинькофф, да? Риата, Фармацевтиклс. Ну, так, дневной график. Боковой тренд. Так, Риата, Фармацевтиклс. Ну, она не занимается, судя по всему, коронавирусом. Хьюлит Паккарт упал, сейчас поднимается. Так, Пфайцер, крупнейшая фармацевтическая компания. Никак она не поднимется, но дивиденды платит. Циско Системс, компьютерная компания. Ну, стала расти, слава богу. Алексион Фармацевтиклс. У меня фармацевтические компании в основном. Вот, ну, вот как-то не очень. Ксилингс, тоже фармацевтическая компания. Ну, как-то вот последнее время растет, но ничего. Сина Корпорейшн. Посмотрите, Сина Корпорейшн выросла. Это китайская компания. После серьезнейшего падения, которое наблюдалось, ну, вот оно начинает потихонечку расти. Вот Сина Корпорейшн у меня. И есть еще один момент. Странный для меня. Вот он. Анхойзер Бош. Сейчас я разверну. Вот он, Анхойзер Бош. Вот это для меня загадка полная. Полная. Посмотрите. Март месяц. Начало коронавируса. Ну, общее падение у всех акций. Но почему упал Анхойзер Бош? Я не понимаю. Это компания, которая занимается... Ну, пиво, короче говоря. Ну, что, у них потребление пива снизилось во время коронавируса? Странно. Но факт. Но факт. Анхойзер Бош упал. Для меня это более чем странный факт. Я не могу этого объяснить. То есть он снизу сейчас. Я когда увидел, думаю, ну, нихрена себе. Вот. Но как бы все остальное в пределах ожиданий. Вот такие мои рассуждения. Ну, по поводу доллара. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Будет доллар по 100 или нет? И рубль рухнет или нет? С чего это вдруг вообще, значит, рубль рухнет? Никаких долгов, никто ничего не печатает. Напишите. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.